Доброе утро, друзья! Доброе утро, мои любимые подписчики! Посмотрите, я сейчас утро, полдесятого, я выхожу на работу. Посмотрите, какой у нас туман! Я ухожу в туман! Всё! Ветер тихо, замечательно! Неужели у нас закончился витроган? Если правильно так его называют. Ммм, какой чистый воздух! Ой, какой чистый воздух! Какая дымка приятная! Люди в тумане! Нет, не люди в тумане! Ёжик в тумане! Помните, такой мультик был? Кстати, прикольный был мультик! И такие мудрые мысли были у персонажей! Кто помнит такой мультик? Напишите мне, пожалуйста, и поставьте лайк за мультик! А я иду на работу! Сегодня мне ещё нужно будет сходить в одно место! Оформить один такой платёж! Чтобы мне... Ну, в общем, мне нужно оформить одну вещь! Так, ладно. Я просто, знаете, забыла, как называется она. Я бы сказала, ну, забыла, как называется она. Ещё не разговаривалась. Голос такой. Голос. С Чапой только там разговаривала. Больше ни с кем. Ну, пару фраз с ней перекинули с Чапочкой. Она же понимает, она как человек, понимаете? Вот как человек, лишь только не говорит. Кивает иногда головой. Кивает. Я даже замечаю. Ну, ладно. Всем всего хорошего. Доброго дня. Доброго вечера. Доброго вечера. По-моему, Вестер Юнион. Вестер. Я у Вестер Юниона запечатку по-немецки читаю. А в Сельхозбанке у нас на почте. Я нашла. Значит, вы на почте мне сказали, нужно закачивать приложение. Для этого я так поняла. Пришла в Сельхозбанк. Говорю, мне что-то нужно закачивать. Она говорит, нет, вы просто вот вам, если пересылают деньги, вы, приходит вам код там, от кого, что вы нам приходите, мы вам тут же выплачем. Потом я залезла, залезла, все-таки погуглила, это буду попивать чаек, можно? И там, значит, даже можно на карту в этом, в этом приложении. В общем, я вот закачала. И не знаю, как у нас произойдет. Может, у нас вообще сорвется вот это все. Сейчас же ночь. У женщины, которыми заказала, сейчас же ночь. И поэтому вот ждем. Созвонилась со складом в Питере с Антоном. И он еще нет. Мое письмо он еще не читал. Сказал, где-то через час он там только будет. Рассмотрит. Но юников у них уже нет. У нас, если в Ростове еще пятый номер и седьмой юник остался, а в Питере уже нет. Ничего нет. Я себе заказала тоже пятый. Пусть будет уж 8 марта. Заказала себе губную помаду только уже с розовым оттенком. Сейчас блещу, потому что бегала туда-сюда. Хорошая зарядка, погода хорошая. И вот вот такие дела. А сейчас буду что делать. Сейчас вот перекушу немножечко вот с таким вот красивым в соседях у своих. Купила в магазинчике вот эти вот слоеные такие печенюшки. И буду наконец-то. У меня сегодня день. Девчонки, я буду себе переделывать ногти. Еще не знаю, конечно, что, но переделываю. И, наверное, сразу буду делать обе руки, потому что время уже так достаточно. Завтра мне некто. Завтра я уезжаю на учебу. Сейчас одной рукой, что ли, поэтому буду сегодня делать сразу две. Какое мы опять замечательное время живем, да? Все онлайн, все онлайн. Без проблем. Мгновенные переводы, мгновенные оплаты. Все мгновенно. Я не знаю, но что может быть еще лучше, прекрасней в это время, что мы с вами живем. Наверное, в будущем будет еще лучше. Надеемся, да? Мы надеемся, не верим во все эти там всякие, что на страшилке говорят. Живем и радуемся каждому дню. Так что все, оказывается, можно решить. А я столкнулась с этим первый раз. Мы с ней еще списываемся вчера с женщиной, с девушкой. А она говорит, ой, сколько я вам хлопот принесла. Я говорю, да наоборот, хорошо. Это же я развиваюсь. У меня же развитие идет. И мозги зашевелились. Что это за тема? Какие-то международные переводы. Я помню еще, когда в Турции, у меня знакомая в Алане живет, Фатима, да? Она мне просила, Свет, ты можешь мне взаймы деньги переслать? У вас есть вот такая платежная система? Я говорю, ну, узнаю. Все, конечно, смогу. Потом она мне черняется и говорит, Свет, не надо, все, я обошлась. Там что-то ей нужно было срочно куда-то там что-то там, не знаю, что где там произошло. Там сумма была небольшая. Я говорю, конечно, займу. Ну, что же, друзей надо выручать было. Она говорит, все, не надо, я все нашла, обошлась. Я не стала искать никакие вот эти для международных переводов вот это все это. А теперь опять все-таки, вот, представляете? Ну, может, кто-то сейчас надо мной из вас посмеется, скажет, темный лес, да? Но я с этим не сталкивалась. А теперь я вот с этим столкнулась. Все очень, да, нельзя, легко и просто. Ношу сюда вот этого вот скоробейчика, никак не поменяю все. Как привяжусь к чему-нибудь, ношу и ношу. Жемчуг, хорошо, что хоть сняла. Ну, все, мои дорогие, вот чуть-чуть поболтал с вами сейчас, напью чай, некогда об особо разговаривать. Надо вот этот кошмар убирать. Я уже давно вам обещала, что я убираю, а я всю с ним хожу. Девочки, мои дорогие, пришла домой на ужин, тушу капусту. Лук, морковка, капуста. Решила яблочко добавить. Мне мама говорит, ты что яблоки не добавляешь? Я не знаю, даже не знала об этом. Сейчас буду тушить с яблочком. Ты знаешь, какая она вкусная будет, капуста с яблочком. Начала резать, потушу. Я думаю, тоже будет вкусно, а вы как считаете? Вы вообще так вот капусту хоть раз готовили с яблоком? Я никогда первый раз буду. Напишите мне, пожалуйста. Не знаю, как на вкус, а на запах. Обалдеть, аромат. Капуста с яблоком, в общем. В общем, зовешь. Наверное, будет вкусно, девочки. Приятного аппетита нам. И вам, кто принимает, ну, я не знаю, пищу, ужинает, обедает, завтракает. В общем, кто за столом. Всем приятного аппетита. Прячься. Сейчас тебя сниму. Все, контрафакт будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Нет. И перевезли маму в хардиоцентр, а я еду на учебу. Карен нас везет, он погружает все вещи. еду на учебу, сейчас поедем на учебу маму завезли сейчас ее там ждут уже кстати, вот сделала вчера маникюрчик такой с офтирочкой 4 часа делала но сделала думаю, все будет хорошо под наблюдением проверят ее а мне в 10 утра на учебу так что вот так всего доброго, всем всего хорошего потом вам не перечтайтесь в этом видео кое-что расскажу одеться лучше? переодеться раздеться, зачем вы переодеваться? сказали, ведь я взяла ой, раздевайся добрый вечер у меня уже вечер влог у меня такой с двух дней все отучилось я отучилась я на оформление бровей покраска биопокраска хлои по две модели были ничего сложного правда, сертификат не забрала я выскочила задержалась мне нужно было в эстер-юнион получить же деньги перевод сейчас объясню я просто, знаете, девчонки я девчонки, мальчишки хочу выразить в первую очередь благодарность людям которые мне верят и доверяют я получила сегодня перевод с Калифорнии на духи и продукцию компании эссенс это украинская семья из Украины на ней уже там давно живут знаете, что меня поразило поразило то, что только зашла посмотрела в профиль у них такие счастливые лица знаете, у нас не такие здесь лица счастливые другая жизнь другая жизнь там может, сейчас мне скажете хорошо там, где нас нет может и так но другие лица другие взгляды счастливые улыбки я вижу, что семья очень дружная вся семья там она дружная и вот женщина перевела мне перевод я хочу выразить большую благодарность складу Санкт-Петербурга непосредственно Антону который придержал этот заказ который зарезервировал эти юники которые заканчиваются да потому что еще в Ростове у нас на складах были 06 уже не было там 05 05 номер оставался менее 5 штук я ему написала я говорю пожалуйста зарезервируйте мне в Калифорнию нужно отправить заказ зарезервировал я объяснила ситуацию у нас как понимаете у нас день у них ночь мы мы никак не можем стакал стакаваться с с этой женщиной да из Калифорнии требуется оплата я не могу то есть сформирован заказ человек отдыхающих спит и на связь она выходила со мной только ну как во Москве во восьмом часу вечера и вот пока все это я говорится время это идет ну была маленькая неувязочка но все это разрешилось все было хорошо но я знаете еще раз чему удивляюсь тому что елочка у меня еще стоит давайте на руку елочки сяду чтобы сидеть хоть около елочки а то у меня фон такой лысая голова еще уставшая вся удивилась тому что я спокойно неслась к этой ситуации быстренько выскочила там сертификат нужно было подписать печать все поставить я потом зайду после банка потому что когда прогуглила вроде бы там банк недалеко был там где я училась в соседнем доме зашла там нет тут банк ну сели поехали мы с Кареном ездили искали по Болгограду там в один банк вестер юнион нет нет на карте показано что есть ну и заехали вот в этот тоже времени немало там я провела в этом банке банк промсвязь банк на улице 8 воздушной армии город волгоград чтобы получить мне перевод он же долларов и так нужно было заристать их клиентом там я заполнила все бумаги еще подождала получила перевод потом еще у них там купила рубли кстати у них курсы выгоднее я сейчас смотрела курс я купила выгоднее 75 95 я сейчас зашла в приложение в сбербанк 75 13 покупка покупка продажа долларов идет ну тут же забрала деньги тут же Антон мне уже пишет мы собрали заказ ждем оплату в течение двух часов вы не оплатите тогда значит мы расформируем заказ позже мой человек мне уже перевел деньги что делать я давай ему уже звонить уже на ватсап спасибо все что мне нравится в компании все доступно любому человеку позвонить он говорит да нет Светлана не обращайте мы всем так пишем вы же мне вчера объяснили что я сам понимаю что это Америка и что у нас день и ночь по-разному все как перевезти так сейчас я буду возвращаться домой в машине все переведу ну все перевели потом еще адрес отточняли потом телефон еще я спрашивала у женщины которая меня заказала примирившая женщина я не знаю все таки вот мы да русские украинцы близкие родные народы не могу ничего сказать ну в общем вот так все тут приезжаю опять получается так что пишет мне человек из Якутии моя подписчица я вас вам тоже благодаря просто не буду называть так видимо мне удобно я не знала что меня смотрят даже из Якутии из Америки из Якутии из Англии из Германии я даже не предполагала что смотрят мой YouTube канал перешли в подписки в Instagram тоже сделали с ней заказ и знаете немаленькая сумма там трое духовку включая губную помаду и люди перечисляют мне деньги я конечно могу сбросить ссылку но я сейчас никому не предлагаю потому что у меня так с Верой получилось что она там как-то неправильно указала адрес и посылка долго блуждала поэтому я сейчас говорю давайте лучше сама все отправлю чтобы точно как бы не первый раз не ошибиться немалые суммы люди пересылают и доверяют мне и вы знаете это очень приятно очень приятно и доверие так дорого стоит то есть в виде меня просто с экрана ну кто мы же не знакомы лично тут знакомым не доверяют а это абсолютно незнакомые люди и вот через ютуб через инстаграм вот так идет доверие я очень вам благодарна всем кто смотрит меня кто доверяет мне вот так по заказам то есть я же не могу сделать заказ вы с неоплатите мне свободных денег нет и пересылаете деньги я вам отправляю заказ переправляю не сама конечно все это делаю в самом кабинете отслеживаем треки была правда заминочка у нас с треками запарканного в Ростове но сейчас треки приходят быстро я отсылаю девчонкам треки да они сами приходят кто в Россию они треки сами приходят кого приложение почта Россию закачат все приходит Наталья Нижненов говорит и спасибо девчонки за все отзывы которые вы мне пишете что вам понравилось нравится продукция духи да духи великолепные бесподобный аромат и вот Наталья мне недавно прислала вот сегодня голосоложку расцвет как я свои забросила какие покупала в дюти фри говорит вот во флаконах стоят пользуюсь только от эссенс и это знаете говорит еще о качестве о качестве продукции я уже просто не знаю как кто местно меня смотрит когда вас донести что это качество и круг говорят 2000 за флакон это не такие великие деньги это качество европейцы почему-то понимают это они понимают и знают что будут платить за качество понимаете не привыкли а вот все-таки в России у нас привыкли люди экономить на себе конечно безденежно в итоге получается не экономика скупой платит дважды экономика платит дважды покупаем всякое фуфло пользуемся всяким фуфлом извините меня травимся этими губными помадами ядовитым потом удивляемся откуда у нас заболевание онкологии там или еще чего-то мало того в супермаркетах считают что практически одна трава из пальмового масла да так еще и косметика вот такая вот дешевая поэтому еще раз призываю вы пожалуйста обратите внимание чем пользуетесь переделайте перевод ингредиентов из чего состоят в общем все вот так прошел мой день сегодня совмещусь тем видео наверное будет так влог будет длинный но ну вот такой влог завтра мне с утра на работу у меня завтра две девушки мои хорошие и знаете я тоже так благодарна девчонкам они рекомендуют своих девчонок ко мне приходят люди не с улицы ко мне приходят люди по рекомендации и это радует очень радует спасибо вам всем спасибо за ваши комментарии просмотры ну сейчас просмотры конечно меня упали про эссенс не всем интересно смотреть как только я перестала снимать про онкологию сразу просмотры упали неинтересно да такие бытовые всякие видосики смотреть ну как есть так и есть кстати я ну ладно в этом следующем видео расскажу записала себя на прием все пока-пока пока-пока всем добра счастья и здоровья поддерживайте мой канал ставьте лайки пишите комментарии я буду очень вам признательна за это спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры